Продолжается общественное обсуждение по вопросам внесения изменений в Конституцию. Напомним, в настоящее время основной закон страны состоит из 147 статей и 9 разделов. В последний раз Конституция менялась после референдума, который проводился в 2004 году. А нынешние основные изменения, которые планируется внести в обновленный документ, касаются как социальной, так и политической сфер жизни. Так, каждый человек, имеющий белорусский паспорт, имеет право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государства. Кроме того, акцент в обновленном документе будет сделан на развитии социально ориентированного государства. Изменения коснутся и полномочий президента страны. Согласно документу, один человек не сможет оставаться президентом более двух сроков. Однако эти ограничения коснутся только следующего избранного главу государства. Ответим, что возможность внести свои предложения в проект Конституции может и любой гражданин Беларуси в первые недели января. Конечно же, будет обеспечена социальная направленность политики нашего государства. Прежде всего, это образование, медицина, социальная защита населения. Очень важно, чтобы человек, родившись, был защищен. Каждый человек должен внести свой личный вклад в развитие общества, в развитие своей страны. Духовное развитие страны, культурные ценности. Все это, конечно же, будет только способствовать формированию наших людей. Полную информацию об основных изменениях и дополнениях в Конституцию можно получить на сайте Национального правового интернет-портала. Окончательное решение о принятии обновленного закона будет принято на референдуме, который пройдет в феврале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова